Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я вас очень рада видеть в своем новом видео. Сегодняшнее видео начинается с того, что я по списку буду делать те небольшие дела, которые я постоянно откладываю, либо которые я забываю сделать. И начинаю я с того, что мою сегодня кисти и свой спонжик. Не то, чтобы я часто забывала мыть кисти, но так как у меня кистей очень много, то я для использования беру какие-то кисточки, когда они у меня загрязняются, я их просто откладываю и беру какие-то другие. И вот сегодня я решила собрать все кисти, которые у меня были в использовании, и их помыть. Также я уже помыла спонжик, как показала вам, положила его в специальный органайзер. В нем есть дырочки, и мне очень нравится, как там спонжик высыхает, потому что после того, как я его помою, его не нужно куда-то класть, чтобы он и высох, и в то же время, чтобы на него не падала никакая там пыль, какие-то загрязнения в ящик, в шкафчик, в тумбочку не уберешь спонжик, приходится его сушить на открытом воздухе. Ну и я всегда задумывалась о том, что на него может попадать какая-то пыль. Все равно в любом случае в нашей обычной жизни пыль она присутствует. И вот я буквально недавно купила такой специальный органайзер, он пластиковый, очень удобный, спонжик там стоит, он высыхает, хорошо очень проветривается, и в то же время, ну для меня, у меня возникает какое-то такое чувство безопасности, что на спонжик ничего не оседает. Ну и также кисти я мою, мою я кисти сейчас обычным мылом. Раньше я покупала какие-то специальные средства для мытья кистей, а также мицеллярной водой, покупала различные недорогие гели для снятия макияжа и мыла ими, но в один прекрасный момент я просто попробовала обычное мыло с приятным запахом, и мне такой способ намного больше понравился, потому что кисти лучше промываются, быстрее это все получается. И также мыло это тот продукт, который обладает антибактериальным действием, защитой, поэтому я решила, что таким способом мыть кисти мне будет гораздо удобнее и также спокойнее для меня, что кисти действительно чистенькие остаются у меня. Ну в общем сейчас у меня такое небольшое спа для кистей, и перед тем, как начинать мыть кисти, я замочила Ваниной кепки, мне их нужно постирать, потому что он бегает, потеет, у нас кепок много, наверное штук 5, есть светлые кепки, белые, но вот здесь вот у меня как раз черные, потому что сейчас у нас на улице жарко, поэтому он ходит либо в тоненьких кепках, либо в светлых, и вот эти вот как раз две такие на прохладную погоду, они такие достаточно плотные, на прохладную погоду мы их носим, на дождь, в общем как раз есть время постирать и чтобы они высохли. И еще одно дело, которое мне нужно сделать сегодня, это помыть белую обувь. Здесь у меня Ванины кроссовки, также одни мои кроссовки, которые такие более теплые, я их ношу на прохладную погоду, даже осенью их носила, и вторые мои кроссовки, которые я тоже ношу на дождь, Дашины белые кроссовки, мои белые кеды, которые я ношу постоянно летом, они вот у нас, ну, моются постоянно, как бы моются, чистятся обувь и возвращаются к носке. А вот эти вот они как-то у меня так стояли, и я постоянно про них забывала, думала, что ну, как бы носить их, одевать сейчас не надо, вот, и вот так вот они у меня благополучно простояли, наверное, месяца два, вот этих вот жарких месяцев лета, нетронутыми. Ну, в общем, сейчас я буду их как раз перемывать. Сначала я мою все хозяйственным мылом, беру мыло именно то, которое предназначено для мытья белых тканей, там что-то с отбеливателем, вот такое вот. И потом я уже буду их промывать такой специальной пенкой. Сначала я взяла пенку, которую покупала в фикс прайс, но через какое-то время, очень, кстати, быстро перестала работать у меня помпа, и перестала выдавать пену, и поэтому я взяла другую, которую покупала в Магнит Косметик. Ну, и та, и другая пенка работает хорошо, отмывает всю грязь. Конечно, если вы ждете от таких средств, что обувь будет прямо как новенькая, из магазина, то нет. К сожалению, все равно она все не вымоет, но почистит она прилично. Сейчас я обувь оставила, набрызгала вот этой пенкой, оставляю на время, чтобы все поработало, и отправляюсь на кухню. Мне нужно здесь разобрать посудомойку, прибраться немножко. Хочу здесь тоже кое-что почистить, перемыть. В общем, сделаю такие повседневные дела. И сегодня еще я хочу почистить посудомоечную машину, потому что уже там у меня загорелась лампочка. Поэтому, в общем, надо мне это все сделать, и потом вернусь уже к своей обуви, отправлю ее в машинку, потому что я обувь стираю в машинке. Ну, и, естественно, почищу всю сантехнику, потому что, когда я мою обувь, как вы видели, я делаю это прямо в ванной, я потом просто мою ванну специальным средством для очистки сантехники, и все у меня чистенько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Включаю программу для очищения, запускаю посудомойку, и в качестве средства я в этот раз использовала самат, но вообще использую разные и финиш, и самат. Мне вот нравится, как работают, как они очищают, после них приятный запах. Ну, а саму посудомойку изначально, все вот эти вот фильтры, краники там внутри, я проходилась средством от Майнелибы. Вот, сейчас я чищу мойку на кухне, и вот попробовала первый раз средство от ГРАС, и мне, кстати, очень понравилось, как оно мне очистило весь налет. Сейчас мне нужно пересыпать крахмал и соду. У меня как раз они закончились, и я тут со старой квартиры привезла вот такие вот баночки для хранения. Покупала их давно, они какого-то японского производителя, они у меня там стояли, наверное, последние года два, и вот мы уже на новой квартире третий год живем. И вот, в общем, поэтому, наверное, лет пять назад я их покупала. Тогда они стоили что-то в районе двухсот рублей, и мне это казалось очень дорого для баночки. Вот, но мне нравятся эти банки, они, правда, классно себя ведут, в них ничего не заводится. И также там очень интересное такое устройство, там на крышечке есть такое специальное углубление, на него нажимаешь, и крышка открывается. То есть там даже не надо как бы как-то эту крышку специально снимать. И мне также нравится, что эти баночки, они прозрачные со всех сторон, и крышка прозрачная. То есть их можно и вертикальным, и горизонтальным хранением, как угодно. В общем, и поставить в выдвижной ящик, и также в полочку поставить, все будет видно. Но вот сейчас я сделала надпись наверху на крышке, потому что они у меня будут стоять в выдвижной полке. Как вам и говорила, обувь я отправляю в стирку, в стиральную машинку, и всегда с обувью я кладу несколько разных, либо тряпок, либо там половых тряпок, либо полотенец, либо вот какие-то у меня там, ну еще ткани, да, текстиль есть, которые у меня там вот на балконе я использую. И вот вместе с кроссовками я всегда закладываю. Ну, так как у меня обувь белая, поэтому сейчас я положила старое полотенце, которое использую иногда так вот под ноги, или еще что-то. И еще одно зелененькое наше специальное полотенце для ног. Мы на него, в общем, выходим, когда ванну, душ принимаем. Положила их, потому что обувь белая, и у меня вот черные тряпки на балконе, их я не могу с белой обуви положить, просто чтобы обувь не окрасилась. Вполне возможно, что ничего не произойдет, я просто, как говорится, дую на воду, но мне так спокойнее. Поэтому всегда с белой обувью кладу что-нибудь такое, что не красится. Ну и, как говорила вам, очищаю ванну, и также я дополнительно еще прочищаю, обеззараживаю щетки, которыми тоже мыла обувь. Ну и посмотрите, какой результат, какое все чистенькое, беленькое. В общем, мне нравится. Я вообще очень люблю белую обувь, и никогда не боюсь ее покупать. ни себе, ни детям. Ну и после того, как я переделала все дела, мы пошли прогуляться и заехали в торговый центр. Я, конечно, не могла не зайти в Кюхенленд. С удовольствием здесь все, как всегда, посмотрела. Это еще я снимала до того, как к нам завезли осеннюю коллекцию, поэтому не удивляйтесь, что здесь пока еще нет осени. Но все равно я решила оставить, потому что все эти товары, они в любом случае есть в Кюхенленд. Может быть, вам что-то понравится. Я вот, например, для себя тоже что-то присмотрела. И сейчас очень много из этих товаров вышло уже на скидку, поэтому можно купить гораздо выгоднее. Ну и, конечно, мы подошли, как всегда, подошли к аквариуму, который у нас в торговом центре. И здесь у Вани есть одна рыбка, с которой они дружат. Не удивляйтесь. Вот действительно рыбка себя ведет, как человек. Когда мы к ней подходим, она вот с Ваней такое впечатление, что и целуется, и разговаривает, и за ним как-то ходит. И даже в этот раз она нам показала свой секрет. Она его прям Ваню повела и раскопала вот эту вот черную свою землю и достала у нее, там лежал такой синий камушек. Как будто вот специально она для нас его показала. В общем, теперь это наша любимая рыбка. Мы к ней постоянно подходим. И Ваня вот просится всегда, когда мы едем в торговый центр, что, мам, пойдем к моей рыбке. Дальше мы пошли, хотели попить кофе или чай. Вот в кафе у нас есть такое Донна Клара. Здесь очень вкусные разные пирожные. Но что-то мы посмотрели и, в общем, передумали, потому что, выезжая из дома, мы, в принципе, покушали, были неголодными. И также в этом торговом центре у нас открылся обновленный отжим. Мне очень было интересно посмотреть, что здесь за коллекции. Знаете, вот на первый взгляд все очень классное, красивое, стильное, модное. Я кое-что даже примерила. И цены, кстати, такие нормальные, то есть адекватные, не сильно дорого, не сильно дешево. Качество вещей мне тоже понравилось. Хороший, большой выбор. Вот такой вот летний пиджачок я примерила. Но как-то мне хотелось, чтобы он сидел более оверсайз, что ли. Ну и также у него нет застежки. То есть это просто такая, знаете, как пиджак-накидка. Вот. Но в любом случае здесь есть, что посмотреть, есть из чего выбрать. И мне понравилось, как сделали этот магазин. Сейчас все такое светлое, белое, много света. Белую плитку везде положили. Ну, в общем, красиво. В торговом центре заходили в магазин «Чеснок». Это, насколько я понимаю, белорусский магазин. Но там продаются товары, в том числе завезенные и из Европы. То есть они как-то вот через этот магазин привозят европейские товары. Ну, в общем, я туда захожу, в «Чеснок» именно за кофе, потому что там, во-первых, кофе привезенный. То есть не какой-то там Москва и область, а именно Германия, Швеция, итальянский кофе есть. Хотела посмотреть кофе для кофемашины, но не было, в общем, кофе такого выбора. Ну, вернее, был уже молотый, а мне нужно было именно в зернах. Вот. И там у них цены подешевле. И также у них есть разные белорусские товары. Но вот мы у нее стояли, взяли вот такие вот подушечки именно вот этого бренда «Витьба». Также у них очень вкусные вафли. И еще Ваня любит у них такие, вот у них одиночные вафли, есть в упаковочках. В шоколаде тоже вкусные. Вот. Ну, взяла у них хлеб. Хлеб наш, такой же, как у нас везде продается. И лаваш вот такой вот бездрожжевой, тоненький. Вот здесь 4 штучки, но по цене я вам хочу сказать, что там и вот эти вот полбатона я вообще сейчас перешла на то, что беру именно половинку батона, потому что у меня Ваня очень любит бутерброды утром. И это для него, в принципе. Вот. Поэтому я вот беру полбатоном, он съедает, и еще там птичек покормит у нас сейчас, новая забава. Вот. И в принципе хватает. То есть я потом прихожу, покупаю просто свежий. И батон там намного дешевле. То есть вот этот вот лаваш там был что-то. Батон, по-моему, 21 рубль, вот эта половинка. И лаваш тоже что-то в районе, по-моему, 29 рублей. Ну, в общем, дешевле. Намного дешевле, чем вот в пятерочке в магните. Там мы покупаем вот такие вот сырочки. Четыре штучки на утро с кофе. Меня Иваня и Даша очень любят их. Вот. Особенно в холодильник положить. Настоящий десерт получается. Что? Не смогли тоже пройти мимо. Взяли, в общем, настоящий спрайт и Доктор Пеппер. Доктор Пеппер я вообще, честно говоря, пробовала, не знаю, сто лет назад. Вот. Там еще была Фанта и Кока-Кола. Также Пепси с сахаром, без сахара. И вот эти вот именно все спрайты Пепси, Кока-Кола, они все польские. То есть изготовитель здесь Польша. По 87 рублей баночка, а Пепси 49. Ну, что-то так. Вот. Поэтому взяли, в общем, побаловаться. Сейчас уберу в холодильник все. Космотый, пухнатый и черный. Совет мой такой. Забыть про покое и буду заняться работой. Попадал отверху. Попадал отверху. мы с вами идем забирать дашу с работы она же у меня устроилась на работу рвалась целый год для того чтобы летом где-то работать потому что весь класс у них конечно они молодцы сейчас молодежь они все стараются работать кто где кто у нас плитку кладет кто где-то в озоне в алгорис работает на выдаче вот а дальше у меня устроилась у нас есть такой ресторан быстрого питания русский двор центре города прямо в парке она устроилась работать здесь у нас такой ремонт это наш старый бывший завод холодильников он очень долго у нас стоял в запустении сейчас его продали и видите отстраивают в общем делают красивым таким административным скорее всего зданием может быть торговый центр здесь будет скорее всего будут сдаваться что-то в аренду под офисы в общем такое очень красивое кстати здание получается внутри конечно все старенькое все от завода осталось но в общем так так что да наш у нас работает на работе спастет а не домино русский двор начинают работать они рано нужно приезжать за час до открытия и также когда ресторан закрывается нужно оставаться чтобы убрать но так как дальше еще нет 18 и я сразу сказала что я не разрешаю ей работать дольше чем восемь часов потому что вообще ресторан 2 ресторан работает до 10 и после 10 они остаются убираются протирают все столы расставляют подготавливают следующему и потом их развозят ну вот машина автомобиль короче самого ресторана но я сказала что я не разрешаю только до 8 ну максимум до 9 вот она остается до 8 вот сейчас как раз 15 минут 8 и мы по такому большому кругу через весь центр идем к самому ресторану я заберем потом прогуливаемся вот по возможности по возможности так ходим маниками на самокате ставьте лайки на мой канал вот но я считаю что они конечно молодцы в этом возрасте наше какое-то время было другое мы тоже конечно старались подработать у нас не было такого такой большой такого большого разнообразия и количество возможностей она изначально пробовала в вкусные . киевсе бургер кинг но там очень такие жесткие условия во вкусные . вообще нужно было отработать три месяца обязательно то есть если ты приходишь работать то все три месяца но я тоже не хочу чтобы она работала в августе когда нужно отдохнуть набраться сил потом мы в любом случае куда-нибудь хотим съездить и она должна готовиться к школе в общем они работать вот плюс ко всему там еще нужно оформлять медицинскую книжку здесь как бы она оформляется параллельно а там нужно именно сначала оформить медкнижку они оплачивают все но вот это время получается она теряется и то есть у нее время работы выпадал вот этот третий месяц он выпадал даже на сентябрь но зато у них официально так как ей нет еще 18 она может работать только восемь часов а здесь она получается работает 10 можно даже 12 часов работать и плюс как бы можно еще выходить дополнительно ну там разные разные дни разное время устанавливать она в принципе довольна работой вот скажем так конечно приятно когда получаешь свою денежку и ее можешь на какие-то свои там хотелки желания тратить я изначально вообще на самом деле но не то что я была прям против работы но я ее уговаривала что нужно посидеть отдохнуть отдохнуть лето набраться сил может быть даже где-то позаниматься под так скажем подучить какие-то моменты которые не удалось выучить течение года не знаю поднабраться вот именно перед одиннадцатым классом поднабраться информации по поступлению по догнать какие-то предметы может быть даже позаниматься с репетитором но она ни в какую нет все будут работать здесь что-то какая-то тусовка есть у нас такой здесь ресторан гранд-холл там очень часто проходят разные тусовки в общем эти молодежные вот она нет категорично потому что все у них работают и она конечно тоже хочет какой нет такой не будем брать эти стихи иди поставь зашли за водой очень у нас душно жарко на улице сейчас конечно такая погода стоит пойдем ваня там большая очередь мы конечно не каждый день когда она работает за ней ходим но как говорится совмещаем приятное с полезным и дополнительная физическая нагрузка активность какая-то шаги здесь находить по кругу по большому и в то же время и приятно вы за ней приходим идем домой болтаем она рассказывает что было в течение дня часто всякие какие-то вы не ступеньки смотри вот ты балдюха смотри направо налево машины же вот часто какие-то истории интересные рассказывать кто там приходил что было вот ее как-то сразу честно говоря заметили она сама не ожидала поставили на карту она сначала хотела просто на выдаче постоять изучить меню потому что на кассе нужно не просто отбивать товары там кстати очень большое меню разнообразное и на кассе нужно знать что входит там тот либо иной салата у них по моему салатов там только штук 12 разные супы и пирожки кулебяки и в общем все наполнение нужно знать чуча котлета из чего она там состоит ее спрашивают что входит в то либо иное блюдо и в общем где это все нужно знать она вот два дня у нас ночами учил распечатывала учила что именно входят в меню вот поэтому пока поэтому в общем ее поставили на кассу она конечно очень сильно перепугалась этот день но справилась молодец потому что мне кажется что вот это вот на самом деле работа это даже больше ей не для заработка денег а для того чтобы ну почувствовать вот эту вот взрослую жизнь нести какую-то ответственность вот такую знаете мобилизацию когда ты мобилизуешься чтобы обслужить клиента или что-то сделать общение с руководством общение с клиентами даже все вот эти вот какие-то недоработки косяки это тоже все на пользу потому что это формирует характер и как это ну учит в общем тебя жизни и как мне кажется что все это тоже в плюс ей пойдет ну и плюс общение с девчонками потому что там такая такой молодежный очень коллектив очень молодежный вот и тоже с ними найти контакт пообщаться подружиться расширить круг знакомств и ну общение посмотреть даже как себя другие ведут потому что ну что она у меня вот в принципе там во дворе она немного общалась и в школе в классе одни и те же эти дети на протяжении всех всего этого времени просто есть дети которые меняют школы переходят в другие коллективы либо там ходят куда-то еще дополнительно заниматься она у меня была да она у меня училась только в художке нет не пойти она у меня училась только в художке и там честно говоря у нее так вот одна девочка была с которой они общались а здесь все-таки другие люди посмотрят как себя тоже девчонки ведут как даже на работе на той же как вот они себя показывают и в общем ну как мне кажется это все важно для человека в жизни вот всякие такие периоды они важны не действительно всегда это идет все в развитие в рост а что-то положительное выливается но в любом случае я и сразу сказала что если вдруг тебе вот прям не понравится но в смысле не не понравится надоест ты решишь что все ты уже не желанием туда идешь то как бы ну то есть ты на работу ходишь не для того чтобы не потому что тебе жить негде есть ничего а потому что ты просто проходишь новый какой-то интересный этап в жизни поэтому если вдруг что-то не работает не устраивает не нравится то собираешься и уходишь вот получаешь расчет все делаешь правильно не просто там собралась и пошла она еще сдает форму нее фартук футболка моему и кепка вот и нас дает эту форму потому что она ее забирает домой стирать и потому что это ее формы которые выдано вот сдаешь форму получаешь расчет все считаешь не уходишь вот так что так все мы уже почти кстати пришли все-таки обходы одно из подразделений того же ресторанчика той же сетки в которой дашь работает это наша местная сетка вот таких вот именно харчевин копеен ресторанчиков вот вот такой вот это вот мандариновый гусь она у нас в русском дворе а мандариновый гусь вот в этом мандариновом гуси не было возможности работать в общем они не берут на лето я сегодня ездила к парикмахеру сделала себе будь здорово лишь сделай себя постригла волосы немножко будь здоров и сделала себе свою челку лесенку вот так вот вот так вот вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok